216 многодетных семей в Сарове ждут получения положенных им земельных участков для последующего строительства. Для этих целей в городе выделено три территории. Вблизи улицы Западной запланирован 31 участок. В районе улицы Нижегородской 72. В микрорайоне 1А и 1Б 70 земельных наделов. Строительство инженерной инфраструктуры ведется только на улице Нижегородской. На это выделено 160 миллионов рублей. Что сделано из инженерных сетей? Водопровод проложено уже 1334 метров магистральных сетей. Это 64% от общего объема. По канализации проложено 1038 магистральных сетей. Это 44% от данного вида работ. И выполнен уже монтаж канализационной насосной станции. Таким образом, на 1 марта выполнено из всех видов работ 47,33%. То есть за 2 месяца, по сути, за 3, декабрь, январь и февраль, выполнено 47%. То есть этот проект стартовал и идет с опережением. 72 участка на этой территории распределят между многодетными семьями путем жеребьевки при соблюдении двух условий. Должно быть завершено строительство инженерных коммуникаций и заложены деньги в бюджет на строительство дорожной инфраструктуры. В местный бюджет вы заложили 25% от этой суммы. Уже заложено в местном бюджете. Сейчас мы заявились на конкурс, чтобы получить дополнительное софинансирование в размере 70% от 109 миллионов рублей для строительства автодорожных. Но если проект не победит в областном конкурсе, то сроки проведения жеребьевки сдвинут. Соревнуется между собой муниципальное образование региона. Не у всех есть деньги на софинансирование, у нас они есть. Это уже хорошо, это большой плюс. Ну и то, что у нас уже, по сути, ведутся работы строительные, и, наверное, в области трудно тормозить этот процесс, трудно тормозить этот процесс, у нас очень хорошие шансы. Что касается земельных наделов на улице Западной, проектно-сметная документация 30 участков в этом районе находится на госэкспертизе. В микрорайонах 1А и 1Б пока только утвержден проект планировки и межевания. Елена Грецкого, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.